Инвестирую по 300 рублей каждую неделю. Всем привет, меня зовут Константин и вы на канале инвестиции. И сегодня у меня еженедельное пополнение брокерского счета под названием фонды. На экране брокерский счет, индивидуальный инвестиционный счет, вы можете его посмотреть по ссылке в описании. А сегодня пополнение фондового счета. Посмотрим портфельную аналитику и за все время инвестирование доход минус 40 рублей. Раньше я пополнял фонд на 100 рублей, потом на 200, а сейчас решил с нового 2022 года пополнять на 300 рублей. Пока проседает фонд от компании Тинькофф на акции российских компаний минус 4%. Остальные в принципе зелененькие, в плюсе и радуют глаз. Начинаю с пополнений, нажимаю кнопку пополнить, ввожу 300 рублей и нажимаю пополнить. Та-дам! Средства переведены, нажимаю закрыть и вот он уже счет перевалил за 4000 рублей. Буквально только начал инвестировать, откладываю по чуть-чуть, по чуть-чуть и уже 4000 рублей. Отлично! И сегодня я решил купить новый фонд от компании Финекс. Нажимаю фонды, далее сортирую по названию, по возрастанию и показывается компания Финекс. Пролистываю немного вниз и новый фонд на недвижимость, то есть рейты. Видно, что он даже доходил до почти 84 рубля за один пай. А сейчас торгуется примерно 76,5 рублей. У компании Финекс также вышел фонд на развивающиеся рынки, довольно интересный. Но здесь много России, все ждали этот фонд на развивающиеся страны без Китая и Индии. А я жду отдельно фонд от компании Финекс на Индию. FXIN, он скорее всего будет такой тикер. А в этом фонде, он тоже довольно интересный, но здесь много акций российских компаний. Порядка 13-15%, возможно даже больше. Вот видно, что в топ даже входит акции Газпром, например. У меня акции российских компаний есть отдельно. В том же Аймоакс, например, от компании Тинькофф, который минус 4% дает. Поэтому я пока не покупаю. Очень много фондов появилось, как у Тинькофф, так и у других брокеров. И выбирать уже становится очень сложно. В рублях инвестировать, в долларах. Но нужно смотреть, в какой валюте вам удобно инвестировать. И какая валюта зашита вообще у фонда. Рубли или доллары. Например, у большинства компаний Финекс зашит доллар. У Германии, например, евро. Ну и есть у некоторых рублевый хедж. Также важно смотреть на комиссию за управление. Сортирую по названию. И вот тот фонд, который я хочу купить. Нажмем на него. FXRE. И нажмем обзор. Комиссия фонда 0,6. Конечно же, нажимаю узнать подробности. И посмотреть, что там вообще входит. Комиссия 0,6%. И важно мне, что с дивидендов здесь берется 15%. В то время как с меня бы физического лица бралось бы 30%. И даже не спасала бы форма W8B. На рейты. Топ-10 крупнейших составляющих фонда. Американ Тауэр. И другие по списку. Вот они все. Prologis. Crown. Public. Simon. Digital. И остальные. SBA. Realty Income. Которые платят дивиденды. Каждый месяц. Well Tower. В общем, большинство из них рейты. Конечно, в идеале нужно разбираться, какие именно рейты. Может быть, это коммерческая недвижимость. Может, жилая. Или даже больницы. Могут быть вообще вышки от мобильной связи. В общем, разные могут быть они. Нажимаю кнопку купить. Далее ввожу 4 лота. Покупаю по лучшей цене. И нажимаю купить. Отлично. 4 штуки куплены. Закрываю. Возвращаюсь в портфель. И видно, что у меня появились в Finnex фонды недвижимости. Отлично. Сейчас получается 5 фондов от компании Finnex. И один от Тинькофф. От Finnex это ETF. А у Тинькофф BPIF. Держевой паевый инвестиционный фонд. Пока минус. 12 рублей осталось. Вот такие мои покупки на сегодня. Всем отличного настроения. Хорошего дня. И удачных инвестиций. Всем пока.